Здравствуйте! Сегодня мы с вами поговорим коротко о степенях с отрицательным показателем. Значит, давайте уточним, что это будет степень с целым отрицательным показателем. Значит, ну, все правила, которые мы учили в седьмом классе, все действуют и на отрицательной степени. Значит, ну, давайте рассмотрим несколько примеров. Итак, при умножении степеней мы знаем с вами, что показатели складываются. А во второй умножить на А минус третьей степени. При умножении степеней показатели складываются, поэтому мы с вами запишем А в степени 2 прибавить минус 3. Поскольку это объяснение материала, я буду делать это подробно. Итак, плюс на минус дает нам минус. А в степени 2 минус 3. Итого мы получаем А в минус первой степени. Значит, ну, кто может это делать устно, тот может работать устно. И счет К в нулевой умножить на К в минус первой степени. На ноль внимания мы не обращаем. Ноль прибавить минус единицу. Как известно, будет минус единица. Значит, это К в минус первой степени. В в шестой умножить на В в минус третьей степени. Опять же, я сделаю подробно. При умножении степеней показатели складываются. Значит, 6 прибавить минус 3. Получаем В в степени 6 минус 3. Или просто В в третьей. Предупреждаю сразу, что сложение в показателях гораздо легче, чем когда вы производите вычитание. Итак, второе свойство. При делении степеней показатели вычитаются. Итак, первый пример. А в степени 2 поделить на А в степени минус 1. Я буду делать подробно, и вы поймёте почему. Итак, А в степени 2. Деление это значит минус. И в скобке минус 1. Минус на минус даёт нам плюс. Получаем А в степени 2 плюс 1. Итого получаем А в третьей степени. Вот некоторые быстренько считают и быстренько же допускают ошибки. Итак, ещё раз. В минус 6 мы делим на В в минус 2. Пишем подробно. В минус 6 минус в скобках минус 2. Минус на минус даёт плюс. Получаем В в степени минус 6 плюс 2. Итого В в минус 4 степени. Ещё один пример. Х во второй поделить на х в минус 4. Равняется. Х во второй минус. При делении показателей вычитается. Минус 4 степень. Минус на минус даёт плюс. И вот тут можно проделать ус на 2 плюс 4. Это 6. Далее. Давайте мы с вами посмотрим последнюю формулу. Возведение степени. При возведении степени в степень показатели перемножаются. Ну вот это будет наиболее лёгкий пример. Итак, х во второй умножить, ну пускай у нас будет степень М. Возводим в степень М. Получаем х в степени 2 умножить на М. 2 М. Теперь посмотрим с отрицательной степенью. Х минус 4 возводим в минус 5 степень. Вот тут можно проделывать всё устно. Остаётся х. Минус 4 умножить на минус 5. Это плюс 20. И сразу получаем ответ. Ну и давайте рассмотрим пример, в котором будет и положительная, и отрицательная степень. Итак, х в минус 4 возводим в третью степень. Получаем основание х переписываем. Минус 4 умножить на 3. Это минус 12. Надеюсь, вам всё понятно. Спасибо за внимание.